Ну а прямо сейчас узнаем о последних достижениях в мире мобильной связи и IT-технологии из программы Вести.нет. Число вирусных угроз для пользователей операционных систем Apple взрывообразно выросло. Об этом заявили американские компании Bit9 и Carbon Black. Их совместное исследование заняло более трех месяцев и позволило утверждать, что число уникальных заражений устройств на iOS и macOS за один только 2015 год оказалось больше в пять раз, чем за пять предыдущих лет вместе взятых. Всего в этом году, по данным исследователей, появилось почти полторы тысячи новых вредоносных программ для Apple. Впрочем, исследование не блещет подробностями. Непонятно, в каких регионах оно проводилось и как именно собирались данные по всем предыдущим годам. Но в целом подтверждается тенденция, о которой, например, в лаборатории Касперского говорили еще несколько лет назад. По мере роста популярности продукции Apple растет интерес взломщиков к ней. Тем более, что на американском рынке за последний год Apple серьезно продвинулась в корпоративной сфере. После того, как в бизнес-среде была объявлена программа Bring Your Own Device, сотрудники крупных предприятий отказались от корпоративных телефонов и вместо этого принесли свои собственные. В итоге почти 90% мобильных телефонов в корпоративном сегменте США – это iPhone. Тенденция касается и десктопных компьютеров. Для примера, один из главных производителей компьютеров на PC и некогда злейший враг Apple – IBM – перевел всю корпоративную сеть на Mac. В целом, корпоративные продажи Apple в четвертом квартале принесли 25 миллиардов долларов. Все это, а также относительная беспечность Mac-пользователей, большинство из которых по-прежнему упорно игнорируют антивирусные программы, не может не привлекать злоумышленников. Первый тревожный звонок для пользователей Apple прозвучал еще в 2011 году, когда Macintosh поразила эпидемию вируса Flashback. Прежде чем о его существовании узнали, троянец успел, если верить обнаружившей его российской антивирусной компанией Dr.Web, заразить почти 700 тысяч машин, превратив их в один мощный ботнет. Он в том числе использовался как инкубатор PC вирусов, позволяя заражать другие компьютеры. Но основным предназначением стала подделка поискового трафика. В следующий момент достоверно известно как минимум об одном модуле, который не загружают уже зараженные системы. Это модуль подмены поискового трафика, подмены поисковых запросов. То есть если ваш компьютер заражен подобным троянцем, то когда вы будете в поисковых системах, в Google, например, что-нибудь искать, троянец будет вам выдавать поддельную, то есть, называется, выдачу. И вы будете кликать по ссылкам, попадая не на те сайты, которые вообще должны были вам попадаться в реальности. Таким образом, люди, стоящие за этим трендом, будут зарабатывать деньги именно на кликах. Это такой клик-чекинг. Правда, эпидемией это можно назвать снатяжкой. Если зараженных машин действительно было 700 тысяч, то это все 1% от общего числа маков, которые работали в мире на тот момент. И тем не менее, флешбек считается крупнейшей до настоящего времени атакой на Macintosh. Вторую громкую атаку осуществили с помощью вируса Wirelurker, то есть проводная засада. Назван он так потому, что проникал в смартфоны и планшеты на базе iOS через компьютеры с десктопным Macintosh. Причем мобильное устройство должно было обязательно быть подключенным через кабель. Но оплодился вирус в китайском независимом магазине приложений для Mac, в Маяде App Store. Злоумышленникам удалось создать около 400 вредоносных программ, которые маскировались под вполне приличные приложения для Mac OS. Этой осенью такая же схема сработала и для центрального App Store. Хакеры сумели ни много ни мало скопировать инструмент для разработки приложений под Apple, Xcode, и при этом наполнить его бэкдорами. Инструментарий висел на китайском сайте Baidu Pen и привлекал разработчиков тем, что занимал гораздо меньше места, чем оригинал. Был бесплатным и при этом позволял создавать приложения или редактировать имеющиеся. Купились на это многие. Шпионские программы внедрялись в легальные и вроде бы проверенные приложения. Например, один из популярнейших мессенджеров – WeChat или сканер визита к Кэмкорд. Уже в октябре стало известно еще об одном вирусе – eSpector, который пытается забраться в iOS через браузер Safari. Здесь надо отметить, что в Apple полностью осознают опасность и стараются с ней бороться. Например, в штатной комплектации любого Мака есть программа Gatekeeper, которая проверяет все приложения перед тем, как они попадут на компьютер. А iOS вообще не даст доступа к посторонним магазинам приложений. Правда, многие пользователи делают так называемые джелбрейки, которые позволяют качать программы на свой страх и риск откуда угодно. Больше всего этим грешат китайцы, поэтому и страдают от вирусов сильнее всех. Тем не менее, нельзя отрицать, что уязвимости как в macOS, так и iOS иногда находят сначала злоумышленники, и только потом Apple. Достаточно вспомнить, как в прошлом году хакеры выложили в сеть десятки интимных фото из личных альбомов голливудских знаменитостей. Словом, Apple делает, безусловно, одни из самых безопасных операционных систем. Но чем более они будут распространены, тем чаще их будут пытаться ломать. И это следует четко понимать маг-юзерам, которые порой чрезмерно уверены в неуязвимости своих устройств.